приветствую всех на своем канале с вами я зоя клемюк у меня уже есть кратенький анализ судьбы чубайса можете посмотреть скажу честно очень интересно достаточно мощный был эзотерик сильный эзотерик своей области посмотрите сейчас я хочу сделать кратенький обзор что же ждет его хотя бы в ближайшее время например на год на два надо сказать что по здоровью очень сложно во-первых очень сложно с точки зрения психологического всего того что нажито что вывезено что украдено ну давайте будем наверное честными прежде всего хотя бы перед самими собой что заработать те миллиарды которые люди повывозили за рубеж ну их просто невозможно ну а если уж они действительно заработали тогда я всех нас с вами поздравляю мы самые последние лохи но я думаю а не то что думаю а я вижу что вселенная тем не менее вернет все на круги своя и вы уже знаете что чубайс попал в больницу там достаточно сложное нервное заболевание там психосоматика то есть там психология и нервная система полностью завязаны таким крепким гордиевым узлом для того чтобы понять почему так и что должен был делать чубайс посмотрите матрицу судьбы ссылочка будет внизу и здесь будет всплывать и так что самое главное вы знаете это прежде всего его понимание всего того что происходит и я должна сказать что ну в крайнем случае год давайте год возьмем вот с августа месяца по май месяц хотя бы да очень сложная ситуация и особенно сложно сложно сложным будет ребро августа сентября потому что здесь прежде всего идет полная дисгармония полностью человек становится невменяемый не уравновешенный поведение непредсказуемое почему так кстати очень интересно не буду раскрывать уже полностью посмотрите тогда вы узнаете больше как оказывается не всегда те люди которые достигают верха власти или же натягивают самую большую страну в мире на ваучер это мы с вами все вместе взятые оказываются крепкими сильными и бесстрашными людьми как только прокукарекал жареный петух у людей начинается потеря самообладания и здесь конечно же это все участвует это все присутствует это все влияет но мне вообще очень интересная ситуация я вот не смотрела его супругу но я посмотрела на те фотографиях которые есть в интернете потому что мне нужна была энергетика и первая ассоциация это что зачем ей чубайс вообще зачем он ей вот сейчас за границей с теми деньгами которые есть зачем ей чубайс и я могу вам сказать что вероятнее всего мы к концу года может быть даже раньше может быть чуть позже услышим о разводе а я уже в матрице судьбы сказала что конец жизни не не самые блестящие и вполне вероятно что чубайс может или же попасть в дом престарелых где держат людей больных и старых или же вообще попасть даже в сумасшедший дом к сожалению это есть это просматривается по жизни и та ситуация которая проигралась в 2022 году вот знаете почему нельзя было подождать или же ну в конце-то концов у вас же миллиардер и миллионер у вас же есть деньги у вас же есть возможность обратиться но я не знаю к астрологам психологом к астроаналитикам например которые бы вам сказали что нельзя надо делать то 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 нет тут он был как говорится в доспехах и на лошади или на тройке лошадей с золотыми подковами и вдруг он это все бросает и как говорится пеша драла рванул за границу потому что испугался что посадят испугался что пропадут вот эти миллионы которые там есть за рубежом но дорогие мои а зачем а зачем ты теперь нужен за рубежом да и молодая жена красавица вы знаете вот скажу честно ни капельки мне его не жалко но в общем-то человека ждут не очень-то хорошие скажем так времена и здесь будут прежде всего проблемы с близкими людьми мировые политические общечеловеческие проблемы и он это осознает он это понимает и объяснить все то что с ним произошло дорогие мои он никак не может он никак не может что же на самом деле все таки происходит на самом деле здесь мало того что есть проблема нервная вот эта вся ситуация но здесь еще есть проблема костно-мышечной системы здесь стоят настолько жесткие кармические узлы то есть человеку была дана сила была дана энергия долл был дан пост причем пост управлять энергией ведь электричество это энергия а вселенная это тоже энергия ему как бы открывалось небо посмотрите матрицу в 99 раз вам напоминаю вы больше поймете и человек потерял знаете как говорят контроль над собой наступило обольщение жажда денег жажда славы жажда покушать пожрать и вот это все вместе конечно же привело к тому что есть что касается в целом понимание осознания то здесь он будет проходить жесткие кармические узлы это мышление это подсознательные какие-то проблемы и эти проблемы конечно же не будут не самые лучшие здесь меняется мировоззрение и вот этот отъезд но с другой стороны зачем ему надо были астрологи психологи скорее всего что ему кто-то уже наверное нашептал на ушко что он куда-то поедет потому что кармический узел и переезд он просто завязан опять же в один такой гордиев узел вместе с разумом вместе с пониманием и вместе с подсознанием а подсознательные процессы у это очень жесткая вещь ну и для астрологов те кто интересуется как и что а еще знаете в десятом доме а это дом карьеры это служение черная луна лилита и здесь она находится в собственной экзальтации понимаете происходит обольщение властью раньше а сейчас страх страх от власти страх от того же путина или еще от кого-то и конечно же он очень боялся так как знаете лилита на ему шептала на ушко будет общественный скандал потеря репутации тебя посадят и так далее и здесь в общем то это все вместе сыграло достаточно огромную такую проблему и как говорится человек пешочком рванул за границу но в общем то что есть то есть я скажу так кстати что касается корни дом семья то здесь как бы ну уезжать оставлять все то чем ты управлял чем ты наслаждался что тебе дано а это дано было ему по судьбе и скажу еще разочек что это сильный эзотерик я его когда-то давновато немножко смотрела и скажу честно на тот момент он был очень сильный и мне даже немножко стало жутковато и вот вдруг на те пожалуйста поэтому ничего его не ждет черная луна лилит начинает сдавать своих когда-то в беларуси сажали медиков и чиновников и я тогда еще шутку конечно такой такие посты писала скажу когда посадят и насколько да потому что черная луна лилит она работает до тех пор пока другие более мощные планеты не подойдут настолько близко с контролем это все равно как налоговая как фсб как милиция как полиция как говорится покажите-ка паспорт а покажите-ка документы на это на это на это и здесь достаточно очень сложная и потеря работы есть гонение но он уехал тоже не просто так его вынудили уехать ну а как дальше она будет ну посмотрим что касается в целом его реакции на то на все то что происходит он как личность но нет его как личности чтобы вы понимали и здесь он как личность деморализован поэтому исходя из того что я вижу я могу однозначно сказать что возможен развод ну а когда будет развод то ну каким то образом это все может как вам сказать отойти жене может быть из хороших побуждений ты больной давай я буду этим как говорится распоряжаться и будем мирно жить ну в крайнем случае уже вот буквально идет уже в августе даже вот уже еще половинку сентября это все зацепит а дальше она будет развиваться с более такой жесткой ситуации и какие-то страхи вот которые будут его посещать это социума как выйти куда идти с этой больницы это время или же период отречения потерь здесь будут и неожиданные расходы это хорошее время для духовной жизни понимаете для служения другим наконец-то а время потеряно ему был дан шанс служить другим постичь законы и пользоваться энергией вселенной еще раз напомню это электричество это энергия это такая сила что я думаю вы представляете да поэтому здесь и скука и беспокойство и материальная ситуация ссоры по пустякам ну бессонница естественно нельзя заниматься какими-то проектами и здесь надо платить долги все человек задолжал настолько что я думаю даже если он вернет все что он украл давайте так скажем да то это не не решит никаких уже планов потому что энергетически он отключен от потока энергии вселенной крушение планов ненужные расходы ненужные какие-то все-таки будут хождение и здесь у него появляется желание уединиться быть уйти в одиночество и вы знаете очень многие и часто такое бывает вот вот эта ситуация когда всех закрывали и многие действительно не хотели уходить а тем кому и даже сейчас вроде как можно куда-то пойти да они хочется поэтому здесь конечно он будет заниматься профилактика и здоровья будет назначаться будут какие-то плановые операции но в целом это идет ослабление энергии апатия отсутствие инициативы и веры в то что он может выздороветь и что что-то может поменяться он уже сам себя знаете как говорят отписал на тот свет есть люди которые ну мы живем до тех пор пока у нас есть желание и энергия жить когда человек говорит я устал я хочу уйти все энергия отрубается и здесь велика вероятность вероятность опасности от людей обладающих необычными способностями здесь и гипнозы и магия и знахарство и психотерапия и скорее всего что здесь будут привлекаться вот эти самые люди но здесь наряду с этим чтобы вы понимали для астрологов может быть будет более понятно достаточно жесткий проблематично проблематично инспектирующий сатурн а это духовность сатурн это духовность и он будет конечно очень жестко его инспектировать лилит по-прежнему будет пугать уран будет ну а если лилит и уран вместе то здесь конечно вы знаете как говорится хавайся в бульбу поэтому дорогие мои радоваться конечно такому грех как бы да но здесь настолько знаете как настолько человек задолжал вселенной раз задолжал ангелом-хранителем 2 то есть ангелом-хранителем которые держали его или же пытались удержать его на высоких программах своему народу 2 государству 3 и здесь единственное что что он может понимать или как он может себя вести он также будет капризничать как маленькие дети понимаете и некое здесь лидерство может как бы попытаться кстати он выпивать будет наркотики могут использоваться может быть в плане какого-то обезболивания но это все будет очень сильно очень сильно будет влиять на его здоровье но и вообще по большому счету это азартный человек могут быть какие-то все-таки спекуляции которые могут разорить его может быть азартные какие-то еще игры но где-то кто-то каким-то образом поможет ему ну остаться скажем так нищим ну вот как-то так дорогие мои берегите себя и тех кто рядом удачи и 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